Вильгельм Буш «Иисус. Наша судьба». Глава 7. «Наше право на любовь». Иногда я эту тему формулирую так. «Может ли любовь быть грехом?» Здесь речь идет о плотской любви, то есть о том, что нас всех интересует. Позвольте мне непосредственно приступить к теме. «Наше право на любовь». По этому поводу я могу сказать нечто очень серьезное и важное. Первое. Ужасное бедствие. Примечательным фактом является то, что люди еще никогда не были так одиноки, как сейчас. В то же время люди еще не жили никогда так скучно, как теперь. Несмотря на то, что мы так близко находимся друг от друга, мы все же никогда не были так одиноки, как сегодня. Один 16-летний мальчик как-то мне сказал «У меня никого нет». Я возразил «Не говори глупостей, у тебя же есть отец». «Ах, этот старик», – ответил он. «Он приходит домой после обеда часов пять, немного поругается, поест и опять уходит». «А твоя мать?» «Ах, у нее столько забот, что и не до меня». «А твои друзья по работе?» «Это коллеги, не более». «У меня нет никого, кому бы я мог излить душу». Это мне сказал 16-летний мальчик. Но такое одиночество бывает не только у детей. Иногда жены живут в полном одиночестве рядом со своими мужьями. И наоборот, муж не имеет понятия о том, что волнует жену. А жена не имеет понятия о том, что волнует мужа. И это называется супружеством. Мы все в сущности одиноки. Когда философы нашего времени говорят об одиночестве современного человека, они находят полную аудиторию слушателей. Человек буквально кричит об избавлении от одиночества. И видите ли, эта тоска по освобождению от одиночества объединяется с самой большой силой, существующей в нашей жизни – половым влечением. Тогда рвутся дамбы. 15-летний ищет подругу, которая избавила бы его от одиночества. Муж, который жил со своей женой, чувствует себя совершенно одиноким, идет к своей секретарше, чтобы она по возможности освободила его от одиночества. Молодой студент находится среди 11 тысяч или 20 тысяч студентов в университете, а в сущности, ощущая полное одиночество, соединяет жизнь со студенткой, которая точно так же одинока. Стремление к избавлению от одиночества соединяется с самым мощным инстинктом жизни – половым влечением. И таким образом получается то, что в настоящее время мы живем в чрезвычайно развратном мире. Тот факт, что люди ищут избавления от одиночества в разврате, стремятся использовать для своей наживы разные дельцы, например, продюсеры кинофильмов, писатели. Их девиз – ни одного фильма без сцены в постели, ни одной книги без измены. Если понаблюдать, то можно увидеть флирт, ухаживание, поцелуй и складываться впечатление всеобщего нежного восторга, светлой радости. Молодая девушка мне сказала, господин пастор, у нас по этому поводу совершенно иные представления, чем у наших прадедов. У нас новая мораль, новая этика. Я был почти готов снять шляпу, если бы она у меня была, и сказать мое почтение. Но когда долго проработаешь пастором большого города, то уже не веришь таким пышным фразам. Из опыта я знаю, что вся эта напыщенность является только фасадом, за которым скрывается беспредельное бедствие. Молодые люди и девушки, вступавшие в порочные связи, не могущие справиться сами с собой. Супружеские узы, продолжающиеся в сплошном притворстве или распадающиеся. Беспредельное бедствие. И об этом бедствии мы все знаем. Я же говорю не о каком-то народе. На нас с вами. Несколько лет тому назад в одном маленьком городке Липерланда я читал лекцию на подобную тему, только для молодых людей. Когда я вошел в зал, то подумал, это ад. Парни, девицы, чат от сигарет. Несколько парней даже вытащили бутылки с водкой. Некоторые девицы сидели на коленях у парней. Здесь я должен говорить. Ну и обстановочка. Так подумал я и начал с предложением. В области половых отношений положение ужасное. В это мгновение было ощущение, будто поднялись жалюзи. Я еще как будто вижу паренька, который вдруг отодвинул свою девицу. Это его коснулось. Моментально наступила мертвая тишина. Я невольно подумал. Ведь в первое мгновение все выглядело так, будто у всех радости ликования. Но я задел зашивое. В области половых отношений положение ужасное. Второе. В чем заключается бедствие? Видите ли, бедствие по существу заключается в том, что мы перестали отличать добро от зла. Мы говорим. У нас сейчас другие взгляды по этому вопросу. На одно остается неизменным. Грех является явью. И если я грешу, то это отягощает мою совесть. Это реальность. Таким образом бедствие возникает тогда, когда перестает распознавать, что собственно добро, а что зло. Итак, позвольте мне задать один группой вопрос. Следует ли одобрять половые отношения до бракосочетания или это зло? Является ли грехом извращенная любовь между девицами или нет? Является ли гасэмэксексуальность те грязные дела, которыми занимаются мужчины между собой или с мальчиками злом или нет? Анонизм, развод. Зло это или нет? Что же в сущности зло, а что добро? Вот откуда начинается бедствие. Тысячи романов выносят эту область за пределы добра и зла, как будто бы этот вопрос таким образом исключается. Не правда ли, недружелюбие это зло, но вот эта область не имеет ничего общего с добром и злом. Возьмите современные фильмы. Поцелуй крупным планом, опускающийся занавес и потом тени за занавесом. Все это в порядке вещей. Все это как будто находится за пределами добра и зла. Разве это верно? Что добро, а что зло? Я вспоминаю, как будучи молодым человеком, я пытался сознательно решить вопрос, что мне разрешено делать, а что нет. Чтобы правильно ответить на этот вопрос, следует сначала поставить другой вопрос. Кто же, собственно, определяет, что добро, а что зло? За кем здесь последнее слово? Однажды передо мной предстала парочка. У нее веки были цветом черники. Он лобильный молодой человек с потемневшими от сигарет кончиками пальцев. Я говорю, ну, но уже за 7 километров можно определить, что с вами произошло. Тогда девица мне объясняет. В этом же нет ничего особенного, господин пастор, в этом нет ничего особенного. Я возразил, подождите-ка, кто может это рассудить? Есть ли в этом что-то особенное или нет? Да кто действительно определяет, что добро, а что зло? Церковь? Нет. Я бы и тоже не покорился. Будучи молодым человеком, я ни в коем случае не признала власти пастора над своей жизнью. Сейчас же я сам пастор. Кто же скажет, что добро, а что зло? Тетя Амалия? Или моя собственная совесть? Я следую своему внутреннему голосу. Кто же, собственно, скажет, что добро, а что зло? Видите ли, мы подошли к очень важному месту. Если есть живой бог, который является владыкой мира, то он должен сказать, что добро, а что зло. Если никакого бога нет, то делайте то, что хотите. Вести себя порядочно ради тети Амалии я не вижу смысла. В этом случае у каждого человека возникает вопрос, существует ли бог или нет. Я знаю людей, которые живут во всякой нечистоте, но утверждают, что тоже верят в господа бога. Глупости. Раз бог существует, то его воля распространяется и на эту область жизни человека. Вам следует решиться. Вы можете отстранить бога от своей жизни, но учите, что вам придется и умереть таким образом. Мы не можем в 45 лет сказать, что живем без бога, а потом состаримся и станем благочестивыми. Так не получится. Ищите господа, пока можно найти его, сказано в Библии. Но никогда вам выгодно. Я еще раз говорю. Если бога нет, то вы можете делать то, что вам угодно. Если же бог жив, то ему надлежит сказать, что добро, что зло. Это же ясно, не правда ли? А теперь я говорю вам, что бог истина жив. Бог истина жив. Если вы меня спросите, откуда это так определенно знаю, то я вам отвечу, потому что он открылся в Иисусе. Я бы хотела это вам внушить с тех пор, как пришел Иисус. Каждая легкомыслие против бога или его отрицание является несведомленностью или зным умыслом. Бог жив. А раз он жив, то за ним последнее слово, что добро и что зло. Вы можете отстранить его от своей жизни. Вы можете сказать, у нас другие моральные устои. Но я вам гарантирую, что вам придется перед богом дать отчет за свою жизнь. Какое великое облегчение, когда вдруг тебе откроется, что именно бог определяет, что добро и что зло. В своем слове в Библии он нам об этом говорит ясно и определенно. Один человек однажды удивленно спросил меня, разве в Библии об этих вещах говорится? Я ему ответил, да, мне сказано о них. Бог дает весьма ясные указания о том, что добро и что зло в области половой жизни. Вы проследили мою мысль? Вопрос нам следует поставить так, что же собственно говорит бог об этой области человеческих отношений. Посмотрим, что говорит об этом Библия. Третье. Что говорит бог? Бог подтверждает сексуальность. Существует стихотворение одного поэта, в котором он как бы объясняет «Выше пояса я христианин, а ниже пояса язычник». Это глупости. Библия ясно говорит. Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил. И бог создал нас вместе с нашей сексуальностью. Поэтому я здесь открыто говорю об этом. Это не запретная область. Бог сотворил меня мужчиной и вас, мужчины, тоже. Давайте же будем мужчинами, но не пацанами. А вас бог создал женщинами, так будьте же женщинами. Стремление женщин становиться мужчинами и наоборот является болезненным. Вы понимаете? Будьте же настоящими женщинами. Бог сотворил человека, мужчину и женщину. И никакого третьего пола. Бог подтверждает нашу сексуальность. Это каждому нужно знать. Здесь ничего не следует перекручивать. Мужчина и женщина – мы являемся творениями. Но только мы падшие творения. Мир не является больше тем, каким он вышел из рук Божьих. И поэтому как раз эта важная деликатная область половой жизни подтверждена особой опасностью. Вот почему бог оградил эту область. Бог оградил сексуальность посредством брака. Он подтверждает сексуальность и ограждает ее посредством брака. Брак – это не общественный контракт, но установление бога. Один американский психиатр, написавший об этом большую книгу, хотя сам не является христианином, говорит «Никогда еще по этому поводу не было более величественного предложения, чем в Библии. Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил». И он продолжает. «Я не христианин, но как психолог говорю, именно это является правильным браком». Вы поймите правильно, брак верности – не седьмой, восьмой, девятый или десятый брак голливудских звезд. То, что такие браки являются идеальными, является также безумием нашего времени и свидетельством нашей беспомощности. Бог установил брак как брак любви и верности. Вот теперь я хотел бы сказать короткую речь о браке. Дорогие жены, вы еще являетесь далеко не достаточно хорошими женами, если вы своим мужьям варите хорошие обеды и пришиваете пуговицы, которые обрываются. «Мужья, то, что вы даете своей жене деньги на хозяйство, расходы и больше ни о чем не заботитесь, недостаточно. Брак по воле Божией должен быть избавлением от одиночества. Является ли ваш брак таковым? Вы – люди, состоящие в браке. Может быть, вам следует побеседовать друг с другом и сказать, куда мы, собственно, зашли. Наш брак должен был послужить избавлением от одиночества». Вначале Бог сказал «Нехорошо человеку одному, сделаю ему помощницу». Вы понимаете? Избавление от одиночества. Здесь очень уместно рассказать одну историю, в которой писатель Венде говорит. «Когда я был маленьким мальчиком, нас с сестрой взяли с собой на свадьбу к родственникам. Это была первая свадьба, на которой я присутствовал, и все было очень интересно. Экипажем мы поехали в церковь, а затем в гостинице был большой обед. В конце меню значилось «Мороженое». Мы с сестрой сидели за нижним концом стола, и у нас только было одно желание, чтобы скорее подали мороженое. Но его не подавали бесконечно долго, потому что один дядя держал большую речь. Эти речи нам казались ужасно скучными. Несмотря на это, одна из этих речей осталась в памяти навсегда. Встал один дядя, который хотел показать свое остроумие, и сказал. «Мои дорогие гости, говорят, на небе стоят два стула, предназначенные для той брачной пары, которая ни одной секунды не раскаивалась в том, что вступила в брак. Но эти стулья до сих пор пустуют. В этот момент он был прерван». Мой отец сквозь все большое общество крикнул матери, которая сидела в другом конце праздничного стола. «Мать, эти стулья получим мы!» Я был маленьким мальчиком, и вовсе не понял тогда всей глубины того смысла. Но меня охватила радость, так как я имел возможность прочувствовать всю теплоту своего родительского дома. Является ли ваш брак таковым? Именно таким его задумал Бог. Когда я женился, то мой пожилой коллега держал очень маленькую застольную речь на стихе из Библии. «Сотворим ему помощника, соответственного ему». Немецкий перевод «Сотворим ему помощницу, которая бы его окружала». Он сказал. «Не госпожу, которая бы всекомерно властвовала над ним, не рабыню, которая бы униженно прислуживала ему, которая бы просто была возле него, как сопутствующая вешать, но помощницу, которая бы его окружала своей заботой. Ах, я хотел бы, я мог бы сейчас воспеть величественную песню славы браку, было бы у меня на то время». Глубокое впечатление произвело на меня то, что мой отец на серебряной свадьбе посмотрел на свою жену и сказал. «Я в течение 25 лет все больше и больше любил тебя. Тогда я вспомнил все те браки, которые за 25 лет совсем остыли. Страшно». «Есть много супругов, которые должны бы сказать своему партнеру, послушай, нам следует однажды все начать сначала. Это возможно, это возможно». И теперь третье. «Многие молодые люди говорят, я вовсе не думаю еще о женитьбе. Как же тогда встает дела? Можем ли мы делать то, что хотим? Таким я скажу следующее. Бог желает, чтобы молодежь была непорочной». «Я знаю, что в настоящее время звучит смешно, но думаете, Бог следует моде? Это не мое предложение. Об этом говорит Библия». Я бы похотел по возможности немного обосновать это. Видите ли, в Библии имеется замечательная мысль. Она повествует об одном молодом человеке по имени Исаак. Однажды отец посылает своего слугу поискать для него жену. Этой жене он уже верен, хотя ее вовсе еще не знает. Вы молодые люди, которые не думаете еще о женитьбе. Может быть уверены в том, что Бог усмотрит вам нужное время, необходимую девушку. И этой девушке вы должны уже сейчас сохранить верность. Или наоборот, вы девушки. Сохраните верность тому, которого вы еще вовсе не знаете. Это и есть та мысль Библии. Бог желает, чтобы молодежь была непорочной. Однажды знакомый врач-психиатр мне объяснил, я убежден в сущности, девушка может лишь один раз по-настоящему любить. Только однажды ее сердце открывается по-настоящему. Если такая девушка уже нафлиртовалась, то для брака она уже не годится. Она выйдет замуж за седьмого, а будет иметь в виду первого, которого любила. Я ему ответила, интересно, вы исходите из психиатрии к тем же словам, что в Слове Божьем. Итак, я со всей ясностью должен сказать, добрачные половые сношения, извращенная любовь, гомосексуализм, измена, развод, грехи, за которые вам придется предстать перед лицом святого Бога. Собственно, на этом я и мог бы остановиться. Я знаю по себе, какой большой помощью молодому человеку является познание воли Божьей, и что ему одному принадлежит решающее слово. Но было бы жестоко с моей стороны остановиться на этом и не добавить еще кое-что важное. Как преодолеть это бедствие? В Библии мы можем прочесть чудесный, потрясающий рассказ. Иисус, Сын Бога Живого, находится в окружении людей. Вдруг происходит волнение. Все расступаются. Толпа людей, священники, простолюди наведут молодую, красивую женщину. Я, как сейчас, вижу ее перед собой в полуразорванной одежде. Они подводят ее к Иисусу и говорят, «Иисус, эту молодую женщину мы достали в прелюбодеянии. Закон Божий гласит, что прелюбодейцы – достойность смерти. Ты всегда такой милосердный, Иисус, но против воли Божьей ты, наверное, ничего не скажешь. Мы хотим слышать от тебя, что эта женщина должна быть побита камнями». Тогда Иисус посмотрел на молодую женщину и ответил, «Да, Бог относится к этому очень и очень строго. Согласно Его воле, она достойна смерти. Удовлетворение озаряет их лица. Некоторые из них же хватаются за камни, ибо прелюбодея побивали камнями». Но Иисус продолжает, «Подожди-ка немного. Тот из вас, кто совершенно без греха в мыслях, словах, поступках, пусть первым бросит камень». Затем Иисус наклоняется и что-то пишет на песке. Я бы очень желал знать, что Он писал, но в Библии об этом не сказано. «Через некоторое время Он поднял взор, площадь оказалась пустой, осталась только женщина». В Библии сказано, «Они ушли, обличаемые своей совестью». А теперь я обращаюсь ко всем вам. Бросили бы вы первый камень в эту женщину, потому что в этом отношении, в мыслях, словах, поступках вы абсолютно чисты. Смогли бы вы первым кинуть камень? Не смогли бы, правда же? Значит, все мы здесь не что иное, как собрание грешников. Вот видите, этим людям следовало сделать наоборот. Им следовало сказать, Господь Иисус, нас следует поставить рядом с этой женщиной. Ты не осудил ее, помоги нам. Я не знаю в сексуальном бедстве нашего времени никакого другого помощника, кроме Иисуса. И говорю это как один из тех, кто сам уже воспользовался Его помощью. Когда я говорю об Иисусе, то не развиваю какую-то теорию. Он был в руководстве моей практической жизни. Является им до сих пор. Пастор ведь тоже не нейтральное лицо, он же тоже человек. Ему нужен Спаситель, точно так же, как и вам. В жизни я не раз убеждался, такого Спасителя я имею, а именно в двух отношениях. Иисус прощает грех. Ни пастор, ни спященник, ни даже ангелы не могут вам прощать ваши грехи. Первая грязная мысль, и каждое падение, бесспорно, является грехом. Вы идете со своим грехом на суд Божий. Если не найдете Иисуса, не признаете свои грехи, вы не получите прощения. Иисус единственный, кто может наш грех простить. Предстаньте в духе, пред престолом Иисуса, и скажите, «Теперь я, наконец, все грехи моей юности складываю пред тобою. Все мои порочные привычки я исповедую тебе, и ничего не хочу таить. И тогда поднимите взор на его крест». И скажите, «Иисуса кровь с креста текла, с его чела слонит. Я был в пороках без числа, но ею я омыт». Слышите, кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Слово освобождения. В 17 лет я стал солдатом. Армия окунула меня в пучину грязи. Вдруг я словно проснулся, оглянувшись на свой путь, полной нечистоты спросил себя, кто освободит меня от пороков моей юности. Тогда я понял, Иисус ликвидирует мое прошлое. Иисус простит мою вину. Я обратился к Иисусу. Сейчас я больше жить без Него не хочу. Как-то в Дюссельдорфе, в большом собрании я говорил о том, что Иисус через прощение грехов ликвидирует прошлое. Когда собрание окончилось, и все стремились к выходу, я увидел, что один высокий представительный господин пробирается сквозь толпу ко мне. Наконец, сильно возбужденный, он стал предо мной и спросил, «Это действительно верно, что вы сказали, будто существует прощение вины?» «Да», — ответил я, «Слава Богу, этим я жив». Тогда он сказал, «Я психиатр. Видите ли, ко мне приходят многие душевно больные люди. У них целый комплекс болезней, но они не знают, в чем заключается их болезнь. В большинстве случаев это старые проступки, которые они больше не могут вспомнить или не хотят. Мне приходится с ними много работать, чтобы привести эти старые истории в подсознание сознания. Но на этом моя сила кончается. Я могу только вскрыть старый поступок, ложь, ссору, нецеломудрия. Но часто я в отчаянии думаю, что если бы я мог устранить саму вину. Поэтому я вас спрашиваю, господин Буш, действительно ли существует некто, кто может устранить вину? Верно ли это или нет? Тогда еще раз радостно подтвердил, «Слава Богу, да». Я понял, какую неслыханно величественную весть мы имеем в Новом Завете. Иисус прощает грех. И второе. Иисус освобождает атаков. Когда я однажды сказал очень красивой малой секретарше, «Девушка, вы идете в погибель. Ваши отношения с шефом непозволительны. Не делайте несчастным этого человека и его семью». Она с явно выраженной на лице булью ответила, «Но я не могу освободиться. Я же люблю его». «Я же люблю его». «Да», – возразил я. «Но у этого человека есть жена и дети. Вы поступаете жестоко». Но она снова сказала, «Я же не могу освободиться». При этом я почувствовала, что она сама мучилась от этой связи, но не могла ее порвать. Я был счастлив, что мог ей сказать. Видите ли? Узы греха мы действительно порвать не можем, но в Библии написано, «Кого Сын Божий освободит, тот истинно свободный». «Призовите Иисуса, Он освободит вас из оков». Я очень люблю эти слова из гимна. «Пришел Иисус, и раскрылись оковы. Смертные цепи Он наши порвал. Поколебал Он позора основы. Спаситель, Сын Божий, свободу нам дал». «Слава от греха с позор заменил». Пришел Иисус, и оковы разбил. Будучи пастором большого города, я воочию увидел, как рвутся смертные цепи греха. Ресматривая проблемы сексуальных бедствий и связей, становится ясно, что и молодые, и старые нуждаются в спасителе, освободителе. Каждый может убедиться, что Иисус дарит чудную и совершенно реальную свободу. Вам обязательно нужен спаситель, иначе ваша жизнь будет жалким прозябанием». 5. Мир жаждет любви АГП. Мне нужно еще кое-что добавить. Многие девушки говорят, «Да, нам уже 40, и нас никто не взял замуж, как нам быть?» Видите ли, я стопроцентный пацифист и признаюсь, что стал им в сущности благодаря бедствиям таких девушек. Во время Второй мировой войны погибло 5 миллионов молодых парней. Это означает, что 5 миллионов девушек лишились исполнения наивысшей мечты своей жизни, осчастливить мужа, что 5 миллионов девушек нашего народа должны найти свой путь пройти в одиночестве. Требуются ли более веские причины для того, чтобы питать отвращение к войне? Не хотите ли вы себе уяснить, что означает это молчаливое бедствие 5 миллионов девушек нашего народа? Мужчины, которых они хотели бы осчастливить, лежат на полях сражений. Таким девушкам я хочу сказать, во имя Бога, не стремитесь похитить посредством греха то, чего вы оказались лишены. Не разрушайте чужие семьи. Поток опасности и искушений прорвался в наш народ. «Да, но что же нам делать?» Я ответила. «Если вам выпала такая доля, то нужно с нею смириться. Если вы не вышли замуж, ни в каких обстоятельствах не считайте себя несчастными». Библия рассказывает о незамужней женщине по имени Тавифа. Она вжила в городе Иопия. Современное название Яфа. Когда она умерла, то вблизи находился апостол Петр. Его позвали. Вошедший в ее комнату, он удивился, так как ожидал, что, по-видимому, эта старая дева лежит в одиночестве на своем смертном ложе. Но в комнате полно людей. Вот вдова, которая говорит. «Эту одежду мне сшила Тавифа». Вот слепец, который свидетельствует. «Я был так одинок, но каждое воскресенье приходила Тавифа и в течение часа читала мне. Это был светлый час в моей жизни. Вот сидят маленькие дети, те, у которых еще постоянно мокрые носы. Говорят, мы беспризорники. Никому нет дела до нас. Но вот Тавифа позаботилась о нас». И вдруг Петр понял. Жизнь Тавифы была намного богаче жизни некоторых женщин, которые со временем скисают возле своих скучных мужей. В немецком языке существует только одно слово, которое выражается «любовь». В греческом же для этого имеется два слова. Новый Завет был написан по-гречески. Любовь, о которой мы рассуждали вначале по-гречески, называется «эрос». Отсюда происхождение слова «эротика». Но существует еще одно слово для выражения любви – «агапе». Это любовь Божия, о которой я намерен говорить другим. Незамужние девушки, смиритесь со своей долей и наполните свою жизнь любовью «агапе». Мир жаждет такой любви. Разрешите мне еще раз повторить. Богу дано определять, что добро, а что зло. Бог утверждает, молодость должна быть целомудренной. Брак должен быть верным. А если жизненный пруть к браку не привел, то следует с ним смириться. Любовь, на которую мы не имеем права. В заключении я еще раз хотел бы повторить об Иисусе. Тема моя называется «Наше право на любовь». Существует любовь, на которую мы права не имеем, которая нам даруется добровольно. Это любовь Иисуса Христа. Мы грешники. Нам нужен Спаситель. Позвольте мне кое-что рассказать вам в качестве личного свидетельства. Это было во время Третьего Рейха, когда я снова сидел в тюрьме за свое вероисповедание. Меня посетил тюремный пастор и сказал, «Ваши дела очень плохи». Он вышел и я остался один в своей узкой камере. Совсем наверху была маленькая световая щель. Мне было холодно. Ах, вся атмосфера, в которую я угодил, была жутко холодной. Я тасковал по своей жене, своим детям, своему месту службы, по моей молодежи. Я же был пастором молодежи. И вот я сидел без надежды когда-нибудь освободиться. Когда наступил вечер, меня охватило безграничное отчаяние. Я не знаю, приходилось ли вам в вашей жизни когда-нибудь впадать в такое отчаяние. Но в этот момент, иначе я не могу свидетельствовать об этом, в мою камеру вошел Господь Иисус. Он жив. Он может проходить сквозь запертые двери. И он это сделал, представив моим глазам свою смерть на кресте. Я слышал его слова. «Я добрый пастор. Добрый пастор полагает свою жизнь за овец. В тот час меня объял такой поток божественной любви из рук Иисуса, что я его едва выдержал. Настолько он был велик для моего сердца. Я понял. Это любовь, которую мы не заслужили, на которую мы не имеем права, которая нам даруется. Это любовь, открытая вам. Почему вы позволяете ей обойти вас? Она хочет излиться непосредственно в ваше сердце». Продолжение следует...